О милостыне! Опять нам, Господом Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом, дан удобный случай бросить семена милостыни в уши ваши. Опять Христос даровал нам подражать сейтелю, сеющему семя своей на доброй земле и получающую плод старицею. Вот зазвучала труба, чтобы возвестить о делах рук. Вот толпы, сошедшиеся на зрелище милостыни. Итак, пусть будут вызваны на середину боголюбцы, щедролюбцы и нищелюбцы. Пусть вызваны будут любители венцов. Здесь присутствует Бог в качестве раздаятеля наград, принимая от нищелюбцев незначительные денежные дары, и даруя им за то Царство Небесное. Итак, никто из вас умоляет, да не лишится таковой благодати. Никто да не презрит этого великого и примирного дара ради небольших денег. Ни бедный, ни богатый, ни раб, ни свободный, ни мудрый, ни простец, ни мужчина, ни женщина. Но все, умоляю, поспешим купить себе Царство Небесное. И пусть ни один бедняк не говорит мне, я беден. К беднякам им нужно сначала обратиться с речью, так как они думают, что их оправдание является достовоуважительной пред Богом. Что в самом деле часто говорит бедный? Я не имею денег, у меня не хватает средств для ежедневного пропитания. Целый день тружусь и изнуряю себя, чтобы как-нибудь только поддержать свое существование. Ношу тяжесть и занимаюсь плотничным, кузнечным ремеслом, истушая силу тела, а ты сидишь и присуждаешь меня отдавать труды мои чужим. Но скажи мне, всецело ли своими считаешь эти труды, и своей ли собственностью признаешь твои телесные силы? Или ты не веришь, что если немного уделишь из своих, как говоришь ты, трудов, то дашь милостыню тому, кто даровал тебе крепость и силу на труд? Вернее сказать, кроме немногого, все отдай телу своему, чтобы приобрести великое для души сокровище. Разве следствие того, что ты имеешь десять оболов, девять из них отдашь телу и один душе, у тебя исчезнут все средства к жизни? Если ты имеешь пятьдесят оболов и дашь Богу пять оболов ради немощны, а сорок пять себе, то укрепишь душу твою верою, приобретешь силу и для тела по молитве других, получишь благодатную помощь на новые труды и на новое приобретение гораздо большего, и сделаешься богаче богатых на милостыню. Но ты, конечно, скажешь мне, какую же выгоду получу я отсюда? То, что ты не будешь уже называться бедняком, а взаимодавцем Бога. Но откуда же, скажешь, это со мной остается? Поверь Писанию, которое говорит, милый синищу дает взаймы Богу. И от Христа можно слышать, так как вы сделали это одному из меньших стих, то сделали мне. Сидя на площади, не видал ли ты зачастую проходящего богача? И не называл ли его счастливцем, говоря, блажен этот богач, что не имеет нужды в чужой помощи, а напротив сам еще дает взаймы? И, однако, этот богач дает взаймы людям. А ты – Богу. Тот от каждого получает плоды тяжких трудов с усилием и препирательствами, с грехом. А ты получаешь от Бога плод с царицей, без трудов и забот с радостью. Тот получает вкраткую эту жизнь. А ты наследуешь жизнь вечную, бесконечную. Если же ты не веришь мне, то поверь Богу, который клятвенно уверяет тебя, говоря истинно, говорю вам, что вы получите во сто крат и жизнь вечную наследуете. Итак, не думай, что ты причиняешь себе ущерб, подавая бедным. Ты не беднеешь от подаяния бедным. Если бедняк пожалеет бедняка, беднее он не становится, а является достойным похвалы и только более обеспечивает себя от бедности. Слышал ли ты, что говорит пророк? Я был самым юным и состарился, и не видел праведника оставленным и детей его просящими хлеба. Еще. Каждый день милый ты взаймы дает праведный, и семья его благословений будет. Во благословении. Почему? Потому что сеющий в благословении, в благословении собирает жатву. Тот, кто заботится об одежде твоей, позаботится и о душе твоей. Подлинно ничто так не одевает душу, как презрение вдовицы, сироты и убогого, потому что оно не позволяет ей явиться ногой перед Богом в тот страшный и грозный день, напротив, облеченная через милостыню в одежде света. Она явится перед Богом со всею славою, потому что Бог говорит через пророка, «Разробляй алчущим хлеб твой и нищих бескровных веди в дом твой, и тогда будет свет твой, и исцеление твое взойдет рано, и предвидит перед тобой правда твоя». Исаия 58.7 «Видел ли, какая награда уготована тебе за кусок хлеба или за один обл? Узнал, какой свет приносит тебе плод милостыни? Желаешь ли знать теперь, какое великое сокровище доставляет нам небольшое подаяние бедным? Желаешь знать, как бедняки и кто именно через самое скудное подаяние получили в удел великие сокровища? Слушай, удостоверим тебя об этом не только свидетельствами нового завета, но и ветхого, чтобы тебе путем нищелюбия приобрести небесное сокровище. Некогда голод по всей земле истреблял людей. Голод столь великий, что каждый день, как бы река людей и животных гибла от смерти. И не в течение непродолжительного времени, а целых трех с половиной лет. Так что вся земля погибала. Причиной же такого бедствия было идолопоклонство изоральтян и нечестие Ахава с Изавелью, по причине которого Илья, хотя был он человек, смог наложить на небеса запоры, сказав, «Жив Господь, что не будет дождя, кроме как по слову моему». И не было дождя на земле в течение трех лет и шести месяцев. После этого нечестивый царь, чувствуя, наконец, что пророк Илья был служителем такого определения, начал разыскивать его, чтобы предать смерти. Убежав вследствие этого в землю иноплеменников, пророк нашел вдовую женщину, которая осталась от голода только немного пшеничной муки и немного елея, в коих она полагала всю надежду жизни и своей собственной, и детей своих. И сказал ей пророк Илья, «Принеси мне немного хлеба в руке твоей». «Жив Господь, Бог твой», сказала ему женщина, «что есть еще у меня опресных, но только горсть муки в водоносе и немного елея в сосуде. И вот соберу я два полена и войду, и сделаю тебе и детям моим, и сидим, и умрем». Доходит ли кто-либо из нас теперь до такой бедности? Да не будет. И однако из этого остатка, за которым должна последовать смерть, вдовица сделала прежде всего и принесла пророку опреснок, позабыва себе и своих детях. И какую же награду получила она за такую убогую милостыню? Слушай ясные слова пророка, «Так говорит Господь, водонос муки не оскудеет и сосуд силеем не умолится». Доколе это? Доколе даст Господь дождь на землю? Вот почему пророк говорит, «Благословен человек, который надеется на Господа, и будет надежда его во время бездождя, и не будет у него ни умоления, ни недостатка». Иеремия 17,7. И слово пророка стало делом. Ни водонос не оскудел, ни сосуд не умолился. О, человек, или ты беднее этой вдовицы, или тебе угрожает такой голос, что ты не можешь сделать милостыни. Нет, не так обстоит дело. Ты имеешь что подать, и можешь, кто бы ты ни был, и особенно, если ты верующий. Для тела ты очень щедр, а для души – скуп. Милостыня пищи души. И как вино и хлеб служат на пищу и веселье тела, так и милостыня с молитвой является врачиством и радостью для души. И какой выпук дашь человек за душу свою, как не милостыни только. Если не знаешь этого, узнай и от новозаветней вдовицы, которая за две лепты приобрела целое Царство Небесное, от самого Бога всяческих удостоилась получить похвалу за такую бедность, и плод милостыни, который взошел до самых небес. Не видишь ли, как Спаситель в Святом Евангелии прославляет вдовицу, бросившую сокровищницу, две лепты, и дарует ей венец небесный. Он заметил благухание души ее, видел эту нищелюбивую бедность, видел, как нуждающиеся средства приносят дар вместе с ненуждающимися. Много было богатых, которые вложили много в сокровищницу, но при этом присутствовал Бог, он же вместе человек, который судит не по лицам и испытает сердца человеческие. И послушаем, какой же приговор износит он относительно этих богатых. Истинно истинно говорю вам, что вдовица сия больше положила. Я, говорит, принимаю не все ввергаемое, но испытываю произволение приносящих дар. Истинно истинно говорю вам, что вдовица сия положила более всех. Почему же? Потому что те принесли от избытков своих, а она отдала все свои средства. Итак, поскольку суд его был праведен, скажем и всем и Богу, как сказал пророк, праведен ты, Господи, и правы суды твои, потому что ты испытываешь произволение человеческое и не за множество приношений определяешь царство. Ты взираешь не на приносимое, а на расположение приносящих. Итак, прошу вас, пусть никто не медлит вложить хотя бы две лепты, и хотя бы десять облов сокровищницу вдов и сирот. Так ведь и Священное Писание учит, что всякий принимается у Бога сообразно тому, какое имеет он произволение. Итак, да не будет та трапеза чужда твоего приношения, но имей участие к ней, чтобы получить тебе участие с приносящими, разумею, милость у милостивого Бога, сказавшего, будьте милостивы, чтобы с вами было поступлено милостиво. Подобно тому, как веруешь ты, что есть ангел, принимающий на небе молитвы людей и приносящий их Богу. И ты стараешься вместе со всеми вознести моления свои к Богу, чтобы дар твоей молитвы был принят вместе со всеми. Так точно веруешь, что и здесь есть ангел, который принимает даруемое тобой бедным и приносит твой дар Богу. И кто этот ангел, как не тот, который принес Богу молитвы и милостивые Корнилий и сказал, Корнилий, милостивые твои и молитвы твои зашли на память перед Богом. Если его молитвы были приняты, когда он был еще язычником, потому что он стал верным только после слов ангела, то насколько же более будут приняты твои христолюбец молитвы. Нужно нам наконец обратиться к словам увещания и к богатым, в особенности к тем, которые любят бедных, и делают это по собственному влечению. Они позаботились хорошо напоиться водой для плодоношения от таких мужей и учителей, которые были нашими предшественниками. Но так как они и от нас ожидают слова о бедных, то незамедлимо обратиться с увещанием к ним и направить их на путь милости, чтобы и им не быть обвиненными перед Богом, и мне не быть осужденным перед ангелами. И почему я скажу, если я не отдам на вашу благую трапезу слов Божественного Писания, как серебро меняльщику, тотчас же обвинен буду перед Богом и услышу от него, «Надобно было тебе отдать серебро мое торгующим, и пришед, я взял бы мое с прибылью». В этом именно и был обвинен, как считается в Святом Евангелии, раб, которому верен был динарий и который скрыл его. А как о серебре говорит пророк, слушай, слова Господа, слова чисто, серебро, семь раз переплавленное, очищенное в горниле. Так и пророку говорит Бог, Сын человеческий, за свидетельствуй народу этому и в другом еще месте. Утешайте, священники, людей моих, говоря в уши Иерусалиму. Исайя 41 Итак, получив такие заповеди, увещаю всех вас обратиться к милостыне, чтобы не быть мне осужденным перед вами в тот час, если кто-нибудь чего-то не будет, услышит из вас тот страшный день от судьи. Злой раб, зачем ты не помиловался раба твоего, и как ты хочешь теперь быть помилованным. И опять, кайтесь теперь, потому что там нет времени для покаяния, чтобы кто-нибудь, будучи обвиняем в тот страшный час, не сказал, я не научен был пастырем, не познал, что дам человеку взамен души своей, и он не сказал нам, что милости не искупляет грехи, не разъяснил нам данное ему от тебя Писание, которое говорит блаженно, кто разумевает на нищего и убогого в день лютый избавить его Господь. Салом 41. А только удалил нас от иудейского неверия и отвлек от суеверия еленов и от нечестия их, мы отстали через научение его, если бы он наставил нас относительно милостыни, мы показали бы несомненно ее плоды. Вот почему я не перестаю со всей смелостью вещевать вас, убеждаю и заклинаю и богатых и бедных, мужей и жен, пощадите ваши души и искупите их деньгами вашими от будущего гнева, облегчите милостыни бремя грехов ваших, будьте милостивы, чтобы быть помилованными. Милость не имеет такую же силу, как и святое крещение, потому как святая купель очищает грехи людей, так и милостынь очищает при грешении милосердных душ. Не мое это слово, а так учит Божественное Писание, говоря, что милостыни верны и очищают грехи. Деньги, если бы мы не захотели, того, остаются здесь, а душа, хотя бы мы и не желали, переселяется отсюда, чтобы дать отчет в грехах. Потому и Господь наш Иисус Христос в Евангелии говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп дать человек за душу свою? Итак, умоляю, слушай слова эти, потому что во время благополучия ими пренебрегать, во время заскорби они показывают силу Божественного закона. часто слышит человек, какая польза человеку, если весь мир он приобретет, а душе своей повредит. И не обращать внимания на значение этих слов. Но если ты пренебрежешь этим расхиванием и зречением во время благополучия, то познаешь силу, сказанную во время скорби. В самом деле, что делает Бог, когда видит человека, который всячески бережет свое имущество, но отвращается от милостыни и все решается потерпеть, чтобы не лишиться только своих денег. Во время бедствия он заставляет его показать и познать закон Божий, а как слушай. Представь себе купца, который плавает по морям и только и помышляет о приобретениях, который готов все потерпеть, лишь бы не потерять одного обола. Тысячами клятву обременяет душу, чтобы не лишиться только чего-нибудь из своего имущества. Этот жестокий скупец, час бедствия, когда подвергается бурь и опасности в море, когда поднимается волнение, когда море клокочет и волны воздымаются до самого неба, то чужой этого скупца исчезает серебролюбие. и тот, кто подвергал себя великим трудам, чтобы скопить деньги, выбрасывает собственными своими руками все, что имеет и отдает свое богатство морю. Спроси же его тот чажет, что ты делаешь, человек, что безумствуешь, зачем бесполезно бросаешь свои деньги. Море не сохранит твоих вкладов, оно не похоже на землю, принявшую семена, и не воздаст тебе с лихвою, оно не принимает семян, чтобы дать колоссе. Зачем же ты бесполезно даешь неблагодарной стихии, зачем веряешь неверным волнам, зачем даешь вклад твой на хранение морю, которое ничем и ничего не отдает. Богу ты не хотел дать твоих денег, а бросаешь их дикому морю. Что же ответить он тотчас? Хочу лучше спасти душу свою, чем приобрести весь мир. Теперь узнал ты, что это даст человек за душу свою. Теперь ты узнал изречение Христа, когда он увещевая и говорил, какая польза человеку весь мир приобретет, а душе своей повредит. Но тебя не научил закон? Пусть же научит тебя хоть страх. Тебя не научило учение Бога? Пусть же научит тебя безумие моря. О, возлюбленное дело, во всему научающая нужда. Море получает все силою, а Бог, склоняя к царству небесному, не получает даже и чести. Ты веряешь морю, которое не обращает тебе ничего хорошего, не обещает, и не веришь Богу, обещающему и дарующему тебе восток крат больше. Хочешь, предложу тебе и другой образ такого бедственного положения. Нужно ведь и указанием страшного, и представлением благ отовсюду доставить пользу душе своей. И так представь себе и тех людей, которые занимаются делами своими на земле, которые все предпринимают и делают, чтобы что-нибудь приобрести. Решаются на клятву и на всякое клятву преступления, чтобы получить только один лишний обл. Потому что такие люди презирают законы Божии. Пророки проповедуют, а они затыкают уши. Учители вопиют, а они насмехаются над их увещаниями. И что же в конце концов с ними случается? Не со всеми, а именно с ними бывает так. Часто такой купец попадает который только и смотрел на богатство и проникнут был ненасытимой страстью и серебролюбие. Тот же же сверкает эту болезнь и становится щедр на дары. Потому что он видит нож, который заносит разбойник и страсть его исчезает. Нападает разбойник. И вот он наконец оказывается щедрым и с мольбою предлагает свои деньги. Что же говорит он тогда разбойнику? Возьми все и только душу мою оставь. пусть и такое слышит. Ныне ты узнал что даст человек взамен за душу свою. Разбойнику который хочет взять все ты даешь всячески упрашивая хотя он причиняет тебе одни только вредные действия. Богу же хотящему взять только некую часть ты не даешь хотя он в изобилии доставляет тебе все благо и земные и небесные. А ты не столько боишься Бога сколько разбойника страшишься обнаженного меча а огонь гиены которым угрожает Бог презираешь да не будет же молю кто-нибудь из вас таковым но вы и не таковы потому что любите Христа и знаете все что имеет быть с людьми оградите души ваши прежде отшествия отсюда и познайте того кто сказал в Евангелии блаженны милостивы ибо они помилованы будут и так ему милующему питающему и прощающему вину Богу вас пошлем славу со отцом и святым и животворящим духом ныне и притсно и во веки веков аминь милостивы